Здравствуйте еще раз. Сегодня мы будем разговаривать о Китае. У нас снова в студии Антонина Грунская. Я первый раз ее вижу, но уже успела пообщаться. И мне очень жаль, что я не была на предыдущих эфирах и не видела записи, потому что темы поднимались достаточно интересные. Разговаривали и об отношениях, и о культуре, и о еде китайской. То есть абсолютно обо всем, о чем можно было поговорить. И сегодня у нас достаточно редкая тема эфиров. Неважно, о какой стране мы разговариваем, но сегодня мы разговариваем о кланах, о мафии Китая, которая является, как рассказала в кулуарах Антонина, второй по влиятельности и предчисленности в мире. Здравствуйте, Антонина, в эфире. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, вот более детально, потому что тема такая достаточно интересная, и, наверное, не каждому даже приходит в голову, что она есть. В Китае, ну, конечно же, она есть, в такой стране ее не может не быть. Расскажите специфику, что, как, почему, когда это произошло, начало, и как это вообще выглядит в данный момент, в 21 веке. Что такое мафия 21 века китайская? Во-первых, наверное, уточним терминологию. Она называется не мафией. Я думаю, что слово мафия, оно больше касается итальянских кланов. В Китае она называется триадами. А в чем разница мафия и триада? Только в названии или все-таки есть существенная разница? Другая структурная организация другая. Они между собой разнятся, если брать итальянскую мафию, вообще китайскую, вообще любые другие организации преступные в мире. Название по-китайски звучит как Санг Хуэй, триада. Но особенность именно китайских триад заключается в том, что она была основана по разным оценкам. Где-то некоторые говорят 4 тысячи лет до нашей... 4 тысячи лет. А для сравнения Италия? Я не знаю по Италии, честно говоря, больше по Китаю. И одна из версий, что они были организованы как такая структура, которая борется с манчжурскими, с манчжурской династией, которая пришла в 1600 каком-то веке в Китай. Зачем с ней бороться? В чем она такая страшная? Они в тот момент вырезали шаолинских монахов и разрушили шаолинский монастырь. То есть первые мафиозные структуры зарождались среди тех людей, которые практиковали ушу. И далее те, кто выжил в связи с такой резней, они поклялись бороться за китайское правительство. Далее они также боролись с династией Цинь вплоть до 1904 года, когда она была свергнута. И вот это, наверное, является особенностью. Как это влияет на современное состояние? Все организации неправительственные и закрытые общества, похожие на масонские, в Китае сейчас запрещены. И они очень жестко пресекаются, в том числе до самой высшей меры пресечения смертной казни. То есть эти триады, если я правильно понимаю, они идут всегда как против правительства и как страшилка, что если не будете что-то делать, мы тут есть. Или как? Раз они свергали просто несколько правительств. Они свергали правительство не китайское. Особенность в том, что они очень патриотически настроены. Один из последних примеров, когда в Пекине была организована Олимпиада 2008 года, они совместно с правительством договорились о том, что будут защищать иностранцев, иностранных туристов. Потому что для китайских триад свойственен патриотический настрой и имидж своей страны в мире. Для них более выгодно получать дань с каких-то лавок, ресторанов и отелей от средств, которые привозят туристы. А если имидж страны хороший, то их, соответственно, приезжает больше. Вследствие чего не было убито ни одного туриста на протяжении Олимпийских игр. И, конечно же, есть определенное воровство, но это контролировалось совместно с правительством и вот этими организациями. Хорошо. Я поняла, что они сотрудничают. Тогда с правительством я правильно понимаю? Или тоже не сотрудничают? Каких функций в принципе? Вот что они делают? Так, чтобы я понимала. То, что они параллельно существуют, понятно. В чем их цель? Заработать деньги, понятно. Что еще? Вот они зачем? Они существовали, есть у них несколько функций. Конечно же, первейшая это преступная деятельность и они так называемые решалы. Если мы говорим о Китае... С решала есть везде, понятно. Они немного похожи на мафиозную структуру на Сицилии, когда есть крестный отец, который, если полиция не может решить определенные проблемы... Подключаются. Они подключаются. Но разница заключается в том, что крестный отец контролирует все. И если нижнее звено должно какие-то действия предпринять, то он должен посоветоваться с крестным отцом и далее... Получить разрешение. Получить разрешение. В Китае есть, скажем, менеджеры среднего звена в преступном мире. Лаута, они непосредственно, то есть менеджер среднего звена, который может принять такое решение самостоятельно. Ему не нужно разрешение сверху. А также они являются решалами в заграничной эмиграции, в так называемых чайна-таунах. В Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и даже в России на чергизский рынок. Как ты знаешь, да, я поняла. Его сейчас не существует в Москве, но там тоже орудовала и китайская мафия, которая была направлена на внутренние проблемы, а не, скажем, войны с местными или с кавказскими группировками. Вот, чергизский рынок, если я не ошибаюсь, вот, а также существовала вьетнамская мафия. Но помимо этого, это небольшой сегмент их деятельности, они также занимаются, контролируют наркотрафик в Азии, они занимаются пиратством, контролируют моря на юге Китая, на подъезде к Малайзии, Сингапуру, Таиланду, Филиппин. Ну да, так рядышком. Они занимаются человеческим трафиком, эмиграцией. Есть факты, вообще эмиграция за границу, она началась фактически с эпохи опиумных войн и Гонконга. Там у них была своя структура, там есть отдельная мафиозная организация, и они контролировали все. Они брали дань, например, с эмигрантов, которые хотели уезжать за границу работать, а также с тех китайцев, которые переезжали с материковой Китая на Гонконг, на острова, и работали там извозчиками, прислугой. Они также занимались вывозом девочек, ранее сдавали девочек в прислугу, но фактически это была перепродажа в проституцию, так называемых муэдзы. Это существовало как в Гонконге, между материком Китаем и Гонконгом, так и в эмиграцию. То есть они занимались отправкой людей, эмиграцией нелегальной с Китая в Канаду, в Соединенные Штаты. Это существует по сей день. То есть есть какие-то региональные менеджеры, мировые, я поняла. Но хорошо, что, я так поняла, что-то они все-таки делают хорошее? Что мафия, как правило, ассоциируется с негативом, неважно, это мафия, триада или как бы она ни называлась. Судя по рассказу 2008 года с Олимпиадой, то вроде как объединились и все было хорошо. Это единственное, что они делают хорошо или есть еще какие-то позиции? Я думаю, что это один из положительных примеров. Их положительная деятельность все-таки направлена и мотивируется патриотизмом. Вот эта особенность их страны, кажется, ни в одной другой стране такой особенности нет. Ну разве что синдикаты в Латинской Америке, когда отстраиваются города, есть социальное обеспечение для работников, которые работают на опиумных полях в Колумбии или в других странах. Но китайская мафия, она очень многочисленная, порядка, по разным оценкам от миллиона до двух миллионов в этих структурах состоят. Для Китая это всего ничего, а в принципе как-то немало. И, конечно же, вот этот патриотизм, он в таких случаях, как Олимпиада, играет на имидж страны во всем мире. Но, как вам сказать, все вот эти отношения с властью, они очень завуалированы. Об этом даже не принято вслух говорить. Вот, потому что я просто хотела спросить, кстати, об отношениях помимо 2008 года, потому что чуть-чуть отвлекусь, если говорить про мафию. Не знаю, как она называется, честно скажу, например, в той же Мексике. Но, допустим, очень долго с вот такими группировками правительства тоже были очень хорошие отношения, особенно на границе с Америкой тоже, и наркотрафик, и оружие, и люди. Но в какой-то момент сами кланы начали между собой воевать. Правительство сделали выводы, что это невозможно в этой стране, потому что это мешает экономике и тому подобное, и они стали порознь. И, в принципе, по статистике на 5 лет, 5-летней давности, не важно, сколько где там войны, ираки, и все остальное, самое большое количество погибших людей были в войне вот на этих границах в Мексике. Не везде по миру. То есть мне просто интересно, насколько это в Китае, насколько, вот, я не знаю, смертность, договоренность, есть ли предпосылки к такому, потому что то, что всегда такие группировки, где власть сотрудничает, это понятно, это всегда прикрывается власть, иначе, если бы не власть, то такие бы группировки не имели бы места быть, если были бы все честными там власти и тому подобное. Вот насколько, если есть такая информация, насколько это сейчас, на каком уровне, есть ли предпосылки, что такое будет? Я немножко уйду в историю. Если взять конкретно Гонконг, конечно же, есть определенные группировки на территории Китая и на территории Гонконга. У них тоже определенные отношения. Но вот когда Великобритания вернула Гонконг к Китайской Народной Республике, многие из руководителей триад, они оттуда ушли. Потому что, если перемотать еще в историю назад, во времена Мао Цзэдуна, они, Мао Цзэдун практически почистил руководящее звено многих таких триад. Но остались дети, и наследственность руководства этими триадами, она все-таки сохранилась, что переросло в современные. Есть основных три направления. Харбинская, пекинская и шанхайские группировки. И в Гонконге тоже есть свои направления. А в чем у них разница? Я думаю, что они просто контролируют. У меня нет полной информации. Разные территории, да? Или разные территории. Ну, территории или разные участки. Профиль у них фактически одинаковый. Они занимаются всем вышеперечисленным, в том числе сопровождением нелегального вооружения во многие точки мира. Нелегального оружия, наркотрафик, как мы уже говорили, торговлю людьми и по мелочи, что называется. Хорошо, это идет масштабно. А как это как-то влияет на безопасность людей, которые там живут? Вот я имею в виду там убийство, воровство, еще что-то. Это как-то влияет? Или там можно ходить спокойно и все в порядке? Потому что в Колумбии, например, когда останавливается просто туристический автобус на каком-либо светофоре, абсолютно спокойно можно приехать без багажа. Потому что за этих несколько минут багаж просто вынимается, открывается крышка и выносится в багаж. Насколько здесь как для местных, так и для туристов безопасно? Потому что, сколько я знаю, то в Китае много едет туристов. Это, конечно, не на таком пике, как Колумбия, но все-таки уровень хотелось бы понять. Ну, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, я хотела упомянуть о том, что какие отношения с властью в современном Китае. Китайская коммунистическая партия Китайской Народной Республики в том и сильна, что несмотря на то, конечно же, есть какие-то отношения, она все равно главная. И все равно она окончательно и принимает решение о том, кто и где будет существовать и чем заниматься. Один из фактов последних. Вы знаете, может быть, вы слышали о том, что коррумпированные китайцы из власти, либо же из вот этих триад, они через Гонконг выводят огромнейшие средства и далее эмигрируют в Соединенные Штаты, Канаду и Австралию. Они были возвращены в огромном количестве за последние десятилетия. И в связи с китайским законодательством они были преданы смертной казни. Это говорит о том, что все равно коммунистическая партия держит все в железном кулаке. Мы знаем о вашем существовании, говорит коммунистическая партия, но если мы посчитаем нужным, мы все равно приведем в исполнение закон. Вот этот особенный момент, поскольку они все контролируют, я думаю, ситуация с Латинской Америкой очень разнится. Там все-таки есть беспорядок. Коммунистическая партия держит все в своем контроле. Ну а что касается безопасности, я прожила в Китае 4 года, как раз на период с 8 по 12 год. Можно было вечером в любое время выходить за пироженными или же пойти куда-нибудь с друзьями в достаточно позднее время на улицу баров либо же покушать. Некоторые заведения работают круглосуточно. И магазины есть круглосуточные, сеть 7-11. Очень безопасно. И я думаю, что... То есть вот это все, что происходит, оно значит происходит где-то на высшем уровне, то есть вот на глобальном. То есть там... Ну понимаете, что это с оговоркой. Жителей это не касается. Я правильно понимаю? С оговоркой. Все-таки с оговоркой. Потому что я жила в Пекине, я жила в центральных районах. До меня доходили слухи о том, что может, конечно, были страшные... Где-то на окраинах или пригородах. Да, существуют такие вещи, там таксисты могут завести куда-то, и вы проснетесь без обуви даже. В лучшем случае, если с вами ничего другого не случится. Конечно же, бывают случаи... Ну, люди бывают порой даже неадекватные. Это никак не связано с преступностью. Последний раз я была в Пекине в 14-м году... В 15-м году. В центральном районе, та же улица бара в Сан-Литун, в центре Пекина, мужчина порезал китаянку, которая была с иностранцем. Но это, скорее всего, говорит о его неадекватности. В исключении, чем правило, да? Может быть, ему просто не понравилось то, что она встречается с иностранцем, а не с китайцем. Ну, такое, простите, не только в Китае бывает. То есть, с этим... А если говорить даже о внутренней преступности, бывают случаи, есть даже специальная услуга от полиции, особенно на периферии Китая, когда вам нужно определенную сумму кэшем положить в банк или забрать кэш из банка, они вас сопровождают от машины до самого банка. То есть, вас окружают, потому что бывают случаи, когда кто-то может напасть просто средь бела дня, либо застрелить, либо, да, ударить ножом и убежать. Конечно же, это касается неблагополучных больше районов. Есть центр, есть центр, трущобы, есть трущобы. В Гонконге тоже до сих пор, вот я еще не была в Гонконге, у меня там есть бизнес-контакты, один руководитель крупной компании, он меня часто приглашает в Гонконг, говорит, обязательно нужно посетить. Я говорю, я опасаюсь того, что все-таки там триады, небезопасно вечером ходить, он говорит, ну, если хочешь, я тебя познакомлю. То есть, все довольно цивилизованно, это прекрасно. Не могу не спросить, насколько, ну, если знакомы, то есть, поскольку там есть кунг-фу, шаолинии, вот эти вот все, как бы, уровни единоборств, возможно, это совершенно другая тема, мне просто интересно, есть какой-то кастинг, должен участник триады владеть этим, не должен, то есть, насколько это все-таки распространено вот в этих рядах и просто среди обычных жителей. Еще одна особенность китайских триад заключается в том, что вступить в триаду может только этнический китаец. Вот, правило, отлично. Это одно требование. Второе, вас должны привести, вы должны получить рекомендации от нескольких представителей преступного мира, а также у них есть специальный даже отдел вербовки, там есть, существуют отделы, которые занимаются международными связями, отношениями банд с бандами, например, китайских триад и якутц японских, либо же латиноамериканской, итальянской мафии, и у них также есть отдел, который занимается разведкой и контрразведкой. Ну вот, если говорить о вербовке, у них существует определенный устав из 21 правила, которым нужно беспрекословно следовать, а также есть еще три основных правила делать то, что следует, и молчать. Второе правило – подчиняться, и третье – за проступки неизбежно последует наказание. И вот, говоря о подготовке, говоря о вербовке, вот эти два основных условия, чтобы это был этнический китайец либо китаянка, а также должны быть соответствующие рекомендации. И у них есть одно из правил тоже, если вы причастны к преступному миру, вы должны определенным образом себя вести. Это жестикуляция, конечно же, татуировки, которые будут отличать. И их организация очень законспирирована. Они узнают друг друга вот именно по этой жестикуляции, как они держат палочки, либо как они курят, как они держат стопочку. И вот это, конечно, у них особенности. Наказания бывают очень жестокими. Их мафия – одна из самых жестоких в мире. Это могут быть нанесения увечий, в зависимости от того, насколько проступок серьезным. Могут отрезать уши, нос, гениталии, конечности, отрезают палец. Вот, например, в японской мафии, якудзе, они сами должны это сделать. Сами себе? Палец. В китайской его отрезают, либо их несколько. Могут изнасиловать при вас родных, там, например, супругу или дочь. Могут снять кожу со спины, сделать из нее ремень и подарить. У них есть определенная ритуалистика в посвящении. Нужно пить кровь собратьев своих, либо же куриц, еще других животных. Все очень регламентировано. Все этапы и посвящения, и самого поведения. Единоборство есть в обязательном списке? Я не знаю. У меня нет такой информации относительно единоборств, но я уверена в том, что у них есть определенный ряд бойцов. И поскольку корнями упираются, лидеры владели УШУ, и закрытые организации тоже берут свое начало в монастыре Шаолиня, наверняка они такими единоборствами владеют. Но насколько это обязательное условие, я не знаю. Ну вот правда просто интересно, насколько это даже среди людей. Вот вы прожили в Китае, явно же не могли не видеть какую-нибудь драку на улице. Или не видели? Ну мне просто интересно даже вот как они дерутся на маломальском уровне. Вот интересный случай был. Достаточно глупый, но слава богу это делал не украинец. В Пекине есть такой район исторический с двумя этажными зданиями, что в принципе для современного Пекина уже не очень типично. И у нас была компания, в основном иностранцы, и один парень из нашей компании просто шел по улице, улочка небольшая, подъехала машина, и он на нее запрыгнул. Он просто запрыгнул на капот. Конечно, он был немного нетрезвый, мягко говоря. Я подумала, ну такую выходку может позволить себе только человек, который знает водителя. Возможно, он узнал китайца, и он решил покуражиться. Оказалось, что он сделал это совершенно незнакомому китайцу, который просто заезжал в улочку. Что произошло дальше, просто трудно описать словами. Например? Китайцы выбегают из машины, берет его, китайцы в два раза меньше, во-первых, он берет его за горло, фактически, говорит, братья китайцы, своих бьют. Тут собираются все прохожие китайцы. Это было около 10-11 вечера. Они его просто пригвоздили к стене, говорят, мы сейчас милицию вызовем, ты с нами не договоришься. Меня просто поразило, насколько они сплоченные. Драк таких вот криминальных, я, слава богу, не видела, очень безопасно в Китае. За 4 года это, наверное, единственный случай вот такой агрессии. Не считая, допустим, каких-то споров на рынках, когда торгуются, но это совершенно цветочки по сравнению с этим случаем. Они его пригвоздили, сразу приехала милиция, всех их забрали в участок. То есть, конечно же, иностранец был виноват. Тут никаких просто даже оправданий. Но сплоченность эта меня поразила. Здорово. Я даже не знаю, конечно, очень интересно, как это выглядят, эти все ритуалы. Ну, я думаю, есть, наверное, где-то более информация, если вам, телезрители, будет более интересно. Я думаю, можно накопать эту информацию. Но сегодня я слышала достаточно много нового, интересного. и даже не знаю, что еще спросить. Есть еще, что я еще не спросила, что касается... Ну вот, конечно, очень бы хотелось понимать разницу между итальянской мафией и здесь. То есть, как бы, уровень ответственности, разница, ну, разница понятна. Вот, но насколько они умеют договариваться между собой, вот этот вопрос. Потому что, понятное дело, что во всем мире существуют там триады, мафии и тому подобное. Как они договариваются с правительством, у каждого, как мы выяснили, свой порядок. А вот как они умеют договариваться между собой, как они это выясняют, вот это вот тоже очень интересный факт. На самом деле, есть небольшая оговорочка. Вы говорите, что в открытых источниках можно какую-то информацию найти. Такой информации очень мало. Очень мало. Может, есть какие-то как минимум фильмы на эту тему? Ну, возможно. Пусть художественные. Возможно, есть какие-то исследования. Я недавно смотрела фильм, меня поразило, насколько открыто они говорят об этом о якудзах в Японии. Они рассказывали о своих татуировках, о истории, о людях, которые пытались выйти из кланов. Но именно о китайской мафии информации очень мало. Дело в том, что это напрямую связано с их высоким уровнем законспирированности, с тем, что туда могут вступить только этнические китайцы. То есть, есть языковой барьер для тех, кто хочет исследования в этом направлении проводить. И, конечно же, удаленность. Удаленность. Это очень закрытое общество. Китайское общество в целом достаточно закрыто, когда оно живет в эмиграции. Те же Чайна-тауны. Это маленький Китай на территории иностранного государства. Вы можете туда зайти, попробовать их местную кухню, но вас не пустят в саму глубь. Даже в само китайское общество сложно попасть на глубинном уровне. Они будут с вами дружить. А если мы говорим о мафии, это же совершенно другой уровень. Он максимально законспирирован. А если говорить об их отношении с другими кланами, либо же мафией иностранной, тут тоже свои порядки и своя закрытая история. Конечно же, это связано с тем, что мир преступный, закрытый априори. И у них, если мы говорим с китайцами, конечно же, они знают эту историю, они могут, наверное, считывать определенные знаки, поскольку они все равно живут бок о бок с этим миром. И с детства, наверняка, с подросткового возраста вербовка может проводиться, наверное, и в школе. Ну, конечно, в веношедом возрасте. Единственное, один китайц мне рассказывал, что чуть было не вступил, ну, на каком-то совершенно базовом уровне в такую группировку пацанскую, я бы сказала, совершенно такую уличную, говорит, меня только попросили, я говорю ему, ну, расскажи, это же так интересно. Ну, конечно. А он говорит, меня только попросили отвертку принести, и там какой-то был небольшой бой, вроде как стычек. Ну, и все, и больше он мне ничего не рассказал, он пошел своим путем, то есть поступил в университет, и в этой организации не остался. Но я считаю, что это самый низкий уровень, если бы ему делали посвящение, он бы уже не смог вернуться. Мне кажется, это был тест какой-то, потому что по-другому, мне кажется, оттуда выйти нельзя живым. То есть, это пожизненно, правильно? Обязательно. Ну, я даже не знаю. Ой, хотела бы ли я посидеть, послушать, о чем они разговаривают, и как это происходит. Конечно, это безумно интересно, но вот тоже еще по поводу отношений. Интересно, как они с женщинами, они женятся только на таких же или на обычных. Ну, то есть, опять-таки, если это все законспирировано, мысли в слух, что называется, если это законспирировано, то женщина или понятия не имеет о том, что происходит, а с другой стороны, если она все время рядом, она не может об этом не знать. То есть, вот тоже такой вопрос, это женщина только с этих группировок или может быть чужая? Есть какая-то такая информация? Ну, все-таки преступный мир это не мир спецслужб. Если мы говорим, допустим, о КГБ или ЦРУ, то там может присутствовать ситуация, опять-таки, она просто будет не обучена и может этого всего не видеть. То есть, как они общаются, раз оно все-таки... Я больше чем уверена, что в китайских триадах они посвящены, более того, бывали случаи, например, с гонконгской мафией, когда супруга, вдова, она брала на себя управление кланом. Одна из таких вдов возглавляла где-то я такое слышала или читала. И она управляла пиратским миром на подъезде к Гонконгу достаточно долгое время. Конечно же, у них есть и в современном мире женщины, которые достаточно сильные. Это могут быть подруги либо же жены, существующие жены, не обязательно быть вдовой. Потому как управление это как корпорация, им все равно нужно держать все под контролем. Когда супруга может взять в оборот определенную сферу деятельности, это только приветствуется. В итальянской мафии тоже есть очень влиятельная женщина, которая контролирует человеческий трафик, наркотрафик на достаточно высоком уровне. И в латиноамериканской мафии тоже. В латиноамериканской я знаю, там просто как-то легче это воспринимается. А тут раз все так коммунизм. Хотя с другой стороны даже у нас при коммунизме барышень было достаточно, которые были у руля. Антонина, было очень интересно с вами поговорить. Как-то час совсем пробежал непонятно как. Обязательно посмотрю с вами все эфиры, которые были до этого. Спасибо. Приходите к нам еще. Думаю, придете. Будут новые темы. Всем, кто был с нами, спасибо. А у меня на сегодня все. До встречи в эфире. До свидания. До свидания. субтитры субтитры